приветствую вас знаковые подписчики меня зовут настя и сегодня я расскажу вам о книге которая дала нам ответ на вопрос о жизни вселенной и вообще и так дуглас адамс автостопом по галактике и уже по небольшой сложившейся традиции я начну свой рассказ с интересных фактов о самом писателе адамс был одним из сценаристов 4 сезона сериала доктор кто 1987 году адамс решил попробовать себя немножко в другом жанре и в этом же году выходит его книжка холистическое детективное агентство дирка джентли кстати говоря я очень советую посмотреть сериал у меня личность целый сезон ушел за целые сутки но от него реально не оторваться он он классный смотрите но в 1996 году автостопом по галактике занимает 24 место в списке 100 величайших книг адамс был весьма разносторонней личностью так он активно занимался защитой окружающей среды а также редких вымирающих видов животных и кстати говоря очень любил играть на гитаре его коллекция насчитывала 24 гитары для левшей адамс был энтузиастом технологического прогресса но себя он характеризовал как радикального атеиста при этом ричард докинс посвятил ему целую книжку под названием бог как иллюзия и говорил что адамс наверно был единственным кого он смог обратить в атеизм издатели терпеть не могли дуглас адамс за то что он вечно срывал абсолютно все сроки ну а сам дуглас адамс по этому поводу говорил только одно я обожаю дедлайны особенно когда они свистят мимо меня такая ситуация знакомая для каждого студента до ставь лайк если да я знаю а в 2005 году имя дугласа адамса было присвоено астероиду 25 мая празднуется день полотенца кстати говоря это тот предмет который жизненно необходим каждому автостоп щеку который путешествует по галактике впервые на экранах дуглас адамса мы увидели в сорок пятом эпизоде летающего цирка монти пайтона за что им огромное спасибо в последние годы жизни дуглас адамс пишет новый роман а также помогает студии дисней со съемками автостопом по галактике по этому поводу он говорил да я знаю что дисней сняли бэмби но также дисней снимали и терминатора я надеюсь что фильм автостопом по галактике получится нечто средне между бэмби и терминатором ну что ж мы узнали немножко интересных фактов о самом писателе теперь настала пора рассказывать про книгу артур дент обычный житель обычной планеты земля но однажды его ставят перед фактом что его дом собираются разрушить так как через участок пройдет автомагистраль однако на помощь к артуру приходит его друг форт перфект ну как на помощь тот отводит артура бар и сообщает ему что скоро произойдет конец света и что сам форт однако не из планеты земля а что он прилетел с бетельгейзе потом на землю обрушилась целая орда воганов они кстати говоря очень мерзкие создания для которых бюрократия важнее чем вся их жизнь и вот они сообщают что через планету будет проходить галактическая магистраль и земля подлежит уничтожению потом артур и форт как-то попали на корабль воганов там их пытали отвратительными вогановскими стихами и еще они потом убежали на корабль как оказалось родственника форда они являлись одноюродными сводными братьями господи даже не не спрашивайте в общем все они отправились на мотогрею чтобы что чтобы 42 в общем читайте это сами а ссылку на книгу я оставлю в описании и еще раз напомню что у нас бесконтактная доставка настало время рассказать интересные факты о самой книге идея написать книгу у адамса зародилась еще в 1971 году когда будучи не совсем трезвым он лежал посреди поля и смотрел на звездное небо в небольшом австрийском городке инсбрук поиски гугла попробуйте вбить вопрос о жизни вселенной и вообще и калькулятор гугла выдаст вам гениальный ответ 42 песня группы radiohead параноид android отсылает именно к роботу марвину тому самому параноидальному и депрессивному роботу вот вам небольшой факт об экранизации книги на 42 минуте фильма объясняется значение числа 42 вообще изначально автостопом по галактике начинался как радиопостановка на радио bbc и вся эта постановка заняла около 6 серий путеводитель дугласа адамса это некая пародия на энциклопедию галактики которая появлялась в романах айзека азимова если вам однажды захочется узнать каково это когда вам вышибают мозги кусочком лимона который завернут в золотой кирпич то тогда в ссылках в описании я также оставлю рецепт для пангалактического грызлодера однако совершенно не советую пить две порции сразу наверняка помните то событие когда илон маск запустил свою теслу в космос так вот машине лежит один экземпляр книги автостопом по галактике ну что ж друзья спасибо вам за просмотр этого ролика обязательно пишите в комментариях про какую книгу вы бы хотели узнать следующий раз ну а после любите и читайте книги также как это делаем мы в буквоеде до новых книг